Здравствуйте! В эфире новости телеканала Майя Удмуртия. Главное событие нашей республики в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Помним и скорбим, в Ижевске сегодня простились полицейским погибшим в Дагестане. Опасная дорога в школу. Почему третий классницы из Яра попали под тепловоз, выясняла Анна Ковырзина. Удочки свернуть и сезон зимней рыбалки закрыть. Спасатели предупреждают, лед уже сейчас небезопасен. В профилактический рейд вместе с сотрудниками МЧС вышла и Анастасия Редько. Чужой футбол нам не нужен. Республика готова тратить больше на свой футбольный клуб с одним условием. Играть в нем должны наши футболисты. Сегодня в Ижевске в последний путь проводили полицейского погибшего при исполнении служебного долга. Командировка на Северный Кавказ для Константина Абрамова была первой. Жизнь старшего сержанта оборвалась 12 апреля. Он был искренним и честным, справедливым и отзывчивым, настоящим деревенским парнем. Так о Константине Абрамове отзываются у него на родине в непременной лудзе. Учился с моими детьми, ровесники. В одну школу ходили. Хороший парень был. Любил, как и все деревенские ребятишки, воспитанные на труде. Труд, чувство товарищества в нем было очень сильно развитое. Любил школу, своих одноклассников, свою деревню. Отслужив в пограничных войсках, Константин продолжил службу в полиции. Он был очень ответственным и мужественным сотрудником отдельного батальона патрульно-постовой службы. А в феврале этого года в составе сводного отряда Константин отправился в Дагестан. Это была его первая командировка на Северный Кавказ. 12 апреля жизнь Константина оборвалась. Они работали на дороге. Работали под приключением БТРа в количестве 8 человек. Сработало звуное устройство безоболочное. Зачиненное было арматурой. Константин погиб сразу. Трое сотрудников Судмуртской республики раненых. И один ОМОНовец в соседнице от полиции России. Сейчас раненые бойцы находятся в госпитале в Махачкале. Но на днях они вернутся домой. И уже здесь, в Жевске, продолжат лечение. А сегодня сотни людей проводили Константина Абрамова. Последний путь. Мы скормим вместе с родителями Константина, женой, сыном, братьями, родственниками, сотрудниками. И трагично, что у них было на 30 лет прервана жизнь молодого, энергичного, порядочного, честного, молодого человека, который отдал свою жизнь в служении своей родине. Константину Абрамову было всего 29 лет. У него осталась жена и сын. Другим новостям медики начали покидать профсоюзы действия, созданные перед началом итальянской забастовки. Выяснилось, что в новоиспеченную организацию медиков записали без их согласия. Татьяна Шмакова работает участковым терапевтом уже 40 лет. Столько же состоит в профсоюзе. В профсоюзе 1972 года. Почему? Потому что вся семья, в которой я воспитывалась, это моя бабушка. Заменила мне маму, папу и прочее. Она была заслуженным учителем. Вот она России. И она мне всегда говорила, из профсоюза никогда не уходи. Профсоюз – это твоя защита. Сегодня каждый четвертый работник поликлиники и стационара – член профсоюза, который защищает интересы врачей во всех инстанциях, включая суд. Недавно некоторые из медиков обнаружили, что стали частью совсем другой организации. В профсоюз действия их записали без их согласия. В недоумении представители первичной ячейки. Мы всегда идем на диалог, по крайней мере. И работодатель с нами идет. И мы какие-то внутренние, все решаемо. То, что бюджетная организация, через не перепрыгнешь, что есть, то есть. Каждый хочет лучше жить. Хотите вы забастовки? Пожалуйста, риском профсоюза, маевки всякие, все узаконено. Выходи со своим требованием, пиши. Ну, конечно, не экстремистского характера. Люди настоящие, членство в независимом профсоюзе липовое. Сразу несколько медиков первой городской больницы подтвердили, что не являются членами организации действия и не имеют никакого отношения к итальянской забастовке. Эти заявления тому подтверждение. Говорить открыто медики не хотят. Опасаются давления со стороны активистов протестного профсоюза. Оказалось, что они были, что они вообще не в единстве, что вот они там в этой организации. Вот в чем дело. Я не знаю, что там было. Как они туда, эти фамилии, попали. Вопросы к новой организации оказались и у служителей Фемиды. В своем решении 10 апреля Верховный суд Республики указал, что организация действия в установленном законном порядке не наделена полномочиями на выдвижение требований от имени работников детских поликлиник к работодателям. Вся эта ситуация только вредит самим медикам, уверены и в первичных организациях профсоюзов. Листовки и призывы только разжигают конфликты и вводят в заблуждение. А этого сейчас крайне не нужно. Только вместе медики через легальные профсоюзные организации смогут довести свои требования до российских чиновников. Елена Реверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Прокуратура Ярского района потребовала от полицейских взять под контроль несанкционированные железнодорожные переходы. Причиной стал недавний несчастный случай. Две ученицы по дороге в школу оказались под колесами тепловоза. Впрочем, нарушать правила жителей поселка просто вынуждены. Все подробности у Анны Ковырзиной. 28 лет тому назад моя родная сестра попала точно на том же самом месте под маневровый. Она на нас попала. Несколько дней назад точно так же под маневровый тепловоз попала и дочь Раисы, Аня. Вместе со своей одноклассницей она шла на уроки по железнодорожным путям. Шум приближающегося тепловоза они просто не услышали. Аня отделалась ушибами и ссадинами. А ее подружка с более серьезными травмами до сих пор находится в больнице. Она сказала, что они шли в школу, разговаривали вдоль линии и попали. Не услышали просто его голос. Железная дорога делит яр на две части. За железкой живет более сотни ярцев. Шесть из них – школьники. Там всего одна улица, где и живет семья Ани. Есть и безопасный надземный переход. Но чаще жители пересекают железную дорогу, где придется. В прокуратуре Ярского района также проводится проверка. В отношении сотрудников полиции, а также участковых, будет внесено представление о том, что ранее несанкционированный железнодорожный переход не был выявлен и не были приняты меры по устранению вот таких вот ситуаций. Впрочем, проблема не только в этом. Добраться до переходов бездорожья можно разве что только по рельсам. На улице нет ни тротуаров, ни пешеходных дорожек. В тот день лужи грязи было гораздо больше, чем сейчас, рассказывает учителю БЖ Александр Барышников. Поэтому девочки и выбрали этот небезопасный путь, уверен педагог. Касаемо инструктажей и обучения правил безопасности, мы проводим их перед каждыми каникулами. Соответственно, каждый ребенок расписывается в отдельном инструктаже под свои фамилии, ставит свою подпись. Эти инструктажи ведутся с первого класса и по одиннадцатый. То есть ребятишки выходят на каникулы и каждый знает, какие опасности его могут предостерегать. Жители Яра несколько лет просят поселковую администрацию обустроить улицу, сделать тротуары. Но пока безрезультатно. Может, последний несчастный случай подтолкнет чиновников к действиям. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Огромная лужа стала предметом еще одной прокурорской проверки в поселке Яр. На днях 10-летняя девочка провалилась в это коммунальное болото. До испуганного ребенка вытащили случайные прохожие. Девочка упала, подскользнувшаяся в канаву. Рядом стоявшие мужчины обнаружили ее и помогли ее доставить в близлежащий магазин. Девочке была оказана помощь, девочка была передана родителям. Родители обратились в прокуратуру. Оказывается, эта лужа появляется в Яру каждую весну. У досточной воды выходят за края канавы из-за накопившегося там мусора. В результате вода покрывает всю проезжую часть и пешеходные дорожки. И разглядеть из-за воды просто невозможно. После инцидента местные власти взялись за очистку в досточной канавы и установили ограждение. Весенний лед рыбалки не помеха. Любители подледного лова советы спасателей не выходить на акваторию игнорируют. Между тем, температурный плюс сделал свое дело. Ледяная корка стала пористой и может не выдержать вес человека. Анастасия Редько отправилась в рейд со спасателями. С мотылем, крючками и удочками Виталий Мартиянов только учится управляться. Охотник с большим стажем в рыбалке пока профан. Осваивать науку подледного лова стоит уже только в следующем году советуют начинающему рыбаку спасатели. Они сегодня вышли в профилактический рейд. Объяснить любителям рыбной ловли, что апрельский лед смертельно опасен. Хоть толщина его вполне еще приличная, но структура пористая. И даже осенний первый лед намного крепче сегодняшнего. Толщина льда какова? Я почему вас попросил? Я знаю, что толщина льда большая. Но дело в том, что лед становится хрупким в весеннее время. Если осенью по тонкому льду, когда лед становится, лед разрушается как? Сначала трещит, потом в весеннее время он похож на поролон и проламывается практически мгновенно. Свернуть удочки, убрать в гараж коловороты и закрыть сезон. Каждую весну об этом просит рыбаков спасатели, как только начинает повышаться температурный плюс. Но каждая весна не без трагедии. Как минимум для двух заядлых любителей зимней рыбалки сезон заканчивается плачевно. Самое главное, если в середине водоема лед еще позволяет находиться, но самое опасное это у края берега. Как вы видите, темные места, это говорит о том, что там практически льда уже нет. Вот где случается весной наибольшее количество происшествий. Это при спуске на водоем, либо при выходе с водоема. Тех, кому советы сотрудников МЧС не нужны, спасатели просят хотя бы помнить о мерах предосторожности. Не ходить на рыбалку по одному, иметь при себе веревку и нож, они помогут выбраться на поверхность. Вот я хочу рыбу наладить, я их не поймал. Вот такие есть. Они не то, чтобы рискуют, а рыбы надо. Пикники в лесу под запретом. В Удмуртии действует режим ЧС. Сегодня об этом заявил глава Минлесхоза. Рафиз Касимов убдительно рекомендует жителям республики в майские праздники леса обходить стороной. Как раз в мае стартует не только клещевой, но и пожароопасный сезон. В этом году для Удмуртия он будет особенно непредсказуем. В лесах 4 миллиона кубических метров засохших деревьев. Это потенциально опасно. Это порох на корню. И для того, чтобы обезопасить население, будут приниматься такие меры. Наверное, всю зиму не ели шашлыков, соскучились. Не обязательно же в лесу. И не обязательно в траве. Тех, кого поймают в лесу, за нарушение правил накажут. Штраф за костер 5000 рублей. В прошлом году таких случаев было достаточно. Из-за большой площади усыхания на особом контроле леса Алнашского, Можгинского, Симсинского и Малпургинского районов. Малпургинцам, кстати, в свои леса, особенно поблизости знаменитого поселка Пугачево, ходить опасно вдвойне. Кроме сухих елок, там все еще остаются неразорвавшиеся снаряды. И к другим темам. Сегодня в резиденции президента награждали сборную Удмуртии. Ту самую, которая принесла республике золото в первой всероссийской спартакиаде инвалидов. В зале госприемов сегодня было очень тесно. 130 человек пригласили за наградами. Половина спортсмены, половина тренеры и волонтеры. Напомню, спартакиада прошла в конце марта, собрав в республике около тысячи участников. За право провести игры боролись несколько российских регионов, среди которых и Ханты-Мансийск, и Башкортостан. Но выиграли мы. Построили новый спортобъект, а имеющиеся приспособили для спортсменов-инвалидов. Но главное, Удмуртия собрала команду, которая оставила далеко позади все остальные. А это сборные из 38 регионов страны. Сегодня, отметил Александр Волков, есть полная уверенность в том, что эти ребята останутся в спорте, а их примеру последуют новые пролимпийцы. Условия для занятий им в республике созданы. Посмотреть фильм «Матч смерти» о легендарной игре киевского «Динамо» сегодня посоветовал президент Удмурти игрокам футбольной команды «Зенит Ижевск». Картина есть. Пример того, считает Александр Волков, как нужно настраиваться на решающем матче. А их у наших спортсменов осталось ровно девять. На кону судьба клуба. Задача остаться в пятерке лучших. Смогут ли? Об этом говорили сегодня в резиденции. Подробности в сюжете Альбина Гореевой. Под крылом республики команда «Зенит Ижевск» третий год. Сегодня традиционно руководство игроки держит ответ перед президентом. Две задачи, которые он поставил, почти выполнены. Первая – это то, что на 70% команда должна состоять из выпускников республиканской школы футбола. Вторая – по итогам сезона быть в пятерке сильнейших в своем дивизионе. Решающие матчи еще впереди, но игроки и руководство команды с уверенностью заявляют – они не подведут. И на сладкое добавляют два хороших игрока, покинувшие несколько лет назад команду в поисках лучшего варианта, вернулись на родину. «Если перспектив никаких не было, если мне не сказали, я, может быть, искал бы другие варианты. Вот так, в первую очередь, у города президент поставил задачу. Мы будем стремиться, расти, а силы еще есть, и играть хочется на хорошем уровне». Им хочется играть в первой лиге, а для этого выигрывать мало. Нужен кошелек побольше. Сегодня финансирование клуба обходится республике в 55 миллионов рублей. Шагнуть на ступень выше никто не запрещает, заявил сегодня президент. Будут большие победы, найдутся и деньги. «Если 75% игроков будет в нашей школе, ради бога, выходите на следующий уровень. Деньги буду искать. Да, деньги буду искать. Я приду к директорам, играют наши ребята. На приобретение игроков я никогда не просил денег, я сам противник. А на своих ребят, вот, вы сами вырастите, и тем более, три четверти ребят – это воспитанники нашей школы. Все, в следующую лигу выходите. Надо там, это сметно, 200 миллионов, ну что, буду искать». Из проблем сегодняшнего дня игроки озвучили плохое состояние раздевалок на центральном стадионе. Отремонтируют, парировал президент. Тренера попросили за команду дублеров. «Поскольку тренировочный процесс там должен быть приближен, тренировочный процесс команды мастеров, конечно, необходимо без рассчитания. Мы из клубной сметы не можем этого делать, потому что питания не хватает, денег не хватает. Порядка где-то полосы. То есть, не доказывали весь. Мы вообще их пытаемся. Дубль у нас не питается». Теперь будут питаться как положено, полмиллиона рублей на это найдутся. В остальном игроки и тренеры всем довольны. И ждут болельщиков на стадионе. В первую очередь команду сохранили для них. Первый из оставшихся решающих матчей состоится уже послезавтра. Альбина Гареева, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске наградили отличившихся на тотальном диктанте. Из полутора тысяч писавших диктанты девять получили пятерки. Впрочем, ижевчане оказались не только грамотными, но и скромными. На церемонию награждения пришли единицы. «Вот эти три участницы не сделали ни одной ошибки в авторском тексте Дины Рубиной. Еще шестеро допустили по одной ошибке. Они самые грамотные на тотальном диктанте». Русский язык – это живое существо, которое развивается, которое заряжает энергией. И поэтому те, кто пришли на тотальный диктант, это жизнелюбие по природе своей. И вот уже одно это вызывает гордость за наш город Ижевск. Организаторы определили самый красивый почерк и отдельно самый красивый почерк медика. Самую грамотную блондинку, самого юного и самого взрослого участника. Самый грамотный учитель русского языка прославила 68-ю школу Ижевска. «Почувствовать себя в роли ученика даже мне было волнительно. Когда Надежда Филипповна криво начала диктовать текст, я почувствовала то забытое волнение школьницы. Но оттого было приятнее потом узнать свой результат. Я не ожидала, конечно, что будет так феерично, но я очень довольна этим». Вместо «плепса» писали «лепс». Не каждый вспомнил слово «экзистенция», но неорфография сокращала ряды отличников. Двоеточие, тире и прямая речь показали удовлетворительно троечный уровень владения русским языком. Это неплохо говорят проверяющие. «Диктант надо писать», — говорит самый грамотный программист. «Написал, честно говоря, на троечку, но зато всего одна орфографическая ошибка. И то я ее сам знаю, что допустил». 317 слов диктанта самым крупным почерком уместились на четырех страницах. Самый мелкий на полстраницы читали с лупой. Забрать свои работы может каждый участник и уже дома провести работу над ошибками. Ксения Мороз, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. А информационную картину дня дополнят новости спорта. До встречи.